Ну, поехали! Всё, поехали! Всё, поехали! Всем привет! Вы на канале Вилана Той, с вами снова я, Вилана, и сегодня мы вместе с Ланикой будем рассматривать набор игр... Потому что я уже... Потому что мы уже с мамой приготовили... А, я украшу! Да, мы уже всё приготовили. Сегодня мы будем рассматривать набор игр с виртуальной и дополненной реальностями. Готово? Всё, поехали! Поехали! Итак, данный набор представляет собой вот такие VR-очки для маленьких детей. И для того, чтобы запустить эту игру, нам сначала необходимо скачать приложение на телефон, которое так и называется «Мир животных с эльфи». Данное приложение доступно как и для андроида, так и для iOS. Интересное его нашество! Там-там-там-тудри! Раз интересно, давай посмотрим! Итак... Поехали! Да, давай, поехали! Вот такая вот большая коробочка. Сначала рассмотрим, что тут нарисовано. Написано «Бэби-поусь». Тут написано «Мир животных с эльфи» и нарисован, как видимо, сам эльфи. И различные животные. Ладно, мы уже открываем. Ой, давай будем открывать. Давай я тебе помогу. Вот такая красивая крышечка. Ага. В комплект входят 8 3D-раскрасок. Одну из них можно раскрасить. Даже не одну, мы две раскрасили. Сейчас с тигрёнком. Сейчас мы её найдём. Так. Потом сами очки виртуальной реальности. Ой, пупырышки. Ланенька, можешь пока поиграться. Держи. Очень спасибо. Вот они, вот так выглядят очки. И сюда вставляется телефон. Также 65 различных карточек с животными. Это мы сейчас всё с вами будем рассматривать. И также инструкции на казахском, английском и русском языках. Чуть не забыла. В набор входит ещё тряпочка для того, чтобы протирать эти очки. В общем, всё тут предусмотрено. И теперь вместе с вами будем разбираться по инструкции. Самое главное для того, чтобы запустить игру, мы уже сделали. Мы скачали приложение Мир Животных Сэльфи. Вот так выглядит логотип. Открываем. И перед нами вот такая вот картинка. Давайте для начала откроем 3D-раскраски. Среди всех я сейчас найду, которые мы уже полностью раскрасили. Итак, по инструкции сказано, что вот эти вот картинки предназначены для того, чтобы держать планшет. Но у нас не планшет, а телефон. Поэтому, думаю, нам это не понадобится. Вот так это выглядит. Мир Животных Сэльфи написано. И так, собирается это скорее всего вот так. Да-да-да, я всё правильно делаю, ура. Вот. Вот так это должно выглядеть. Итак, чуть не забыла вам рассказать. В комплект также входит вот такой лотерейный билет. Позже мы вместе с вами будем стирать номерок. И попробуем принять участие в конкурсе. Так, у нас уже есть разукрашенная божья коровка. Но не до конца. Ну, и тигрёнок. И тигрёнок. И тигрёнок. И тигрёнок. Это ничего. Да. Сейчас мы будем оживлять этого тигрёнка. А как, прямо сейчас и увидите. Запустив приложение, можно увидеть, что с обеих сторон находятся по четыре кнопочки. С правой стороны кнопки для работы с 3D-карточками. А с левой стороны для работы с очками VR. Ну что, попали мои тигрёнка? Да, давай. Для этого нам нужно нажать на кнопочку раскраска. И ждём. Так, старт. Итак. Вот он, наш тигрёнок ожил. Мы можем... Да, он наш друг. Он наш друг. Мы можем двигать карточкой. Ой-ой-ой. Он за текстурки вылез. Вот так выглядит наш тигрёнок. Вот его глазки. Это так здорово. Я могу его почти ощущать, но на деле нет. Я могу его погладить. Ты можешь его погладить? Он очень хорошенький. Да, хорошенький. Да. Самое интересное, что если я захочу, я могу сделать его хоть фиолетовым, хоть голубым, смотря то, как я раскрашу. То есть тут цвет появляется не автоматически в приложении, а тот, который ты сам выбираешь при раскрашивании. Ну что, попробуем здесь большую головку? Давай. А давай. Вот она, наша божья коровка. И у неё голуб... Стой, не убегай. Она улетает. Нет, нет, не улетай. Я хочу показать твои глазки. Вот. У неё голубые глазки. Ага. Какая она симпатичная. У неё ещё... Стой. Она убегает от нас. Вот она. Не убегай. Мы будем тебе посмотреть. Давайте её рассмотрим. Вот. Она может улететь. Она улетает. Она улетает. Давай будем её ловить. Давай. Теперь оленёнка. Давай. Какие тут ещё есть? Тут есть оленёнок и динозавр. Думаю, их мы ещё попробуем. Давай. Давай начнём с динозавра. Ты же любишь динозавров. Да. У нас они, правда, не раскрашены, но чёрно-пилые картинки тоже неплохо выглядят. Вот он динозавр. Ой, он прыгает. Угу. У него как будто странная шляпка на голове. Это орло. Это орло? Ого. Чем-то похож. Он так прыгает. Ой-ой. Вот он. Да. Теперь оленёнка. Ага. Вот он. Ой-ой-ой. Слишком близко. Ой. Что это было? Вот оленёнок. Ага. Это Бэмби. Это Бэмби. Бэмби, ты лет. Только не убегай. Нет, он не убежит. Он делает. Видишь, что убегает. С помощью этого приложения вы сможете оживить целых 8 животных. Посмотрите, их очень много и они очень интересные. А это... Кто это? Лиса. Лиса? По-моему, это бурундук. Неважно. Давайте рассмотрим другие карточки. Вот. Их целых 65 карточек. И они разноцветные, в отличие от этих. Итак, сейчас мы рассмотрим вот эти карточки. На этих карточках изображены разные животные. И даже насекомые. Иван. У тебя паук. Вот, я же говорю, тут даже насекомые есть. Для того, чтобы... О-о-о. Для того, чтобы воспользоваться этими карточками, нужно нажать на кнопочку «Животные». Так, Ланико, выбирай животные. Вот так. Кто это у нас? Ослик. Ослик. Давай посмотрим Ослика. Давай. Животные. Ага. Это училище. Вперед, старт. Я свой училище. Сейчас мы будем показывать вам. Итак, сейчас посмотрим. Вот он, осёл. Как видите, в отличие от предыдущих 3D-карточек, животные выглядят реалистичными, а не мультяшными. Вот, я немного убрала карточку. Как видите, если убрать карточку, то животное встанет по центру и можно сделать с ним фотографию. Вернём карточку на место. И давайте посмотрим, какие функции есть ещё. Мы видим сбоку три кнопочки. С помощью первой кнопки мы можем узнать, какой звук издаёт это животное. Нажав на вторую кнопочку, можно услышать небольшую историю об этом животном. Ослы известны своим упрямством. Они более осторожны, чем лошади. Если они чувствуют опасность, то упираются копытами и попросту не двигаются. Интересные факты об осле. Ослы являются родственниками лошадей и зебр. Однако, у них более длинные уши и обычно они меньше лошадей. И третья кнопка просто название животного. Осёл. А давай паучка. Нет. Ну, хорошо, барашку. Давай барашку посмотрим. Овца. Овца. Вот такая овечка. Сейчас поставим карточку. Сейчас. Паучок. Это твой друг. Мой друг. Бабочка. Интересно, она будет летать? Мотылёк. А, это мотылёк. Ой, и правда летает. Мотылёк это мой друг. Мотылёк это ночная бабочка. Это мой друг. Мотылёк. Это у нас тигрёнок? Тигр. Тигр. Они как-то свирепы. Он хищник. Он хищник, молодец. Он любит мясо. А ты любишь мясо? Тоже. Не, я же травоядный. А, ты травоядный, ты вегетрианка. Ну, хорошо. Мне очень интересно посмотреть, как будет выглядеть морское животное. Поэтому давайте вместе с вами сейчас это сделаем. Вот он, дельфинчик. Это мой друг. Твой друг, да. Ну, как мы попробуем убрать карточку? А, паучок, это твой друг. Вот. Дельфинчик. На ладошке плавает. Как? Давай я тебя сфотографирую. Ладошку поставь. Вот так вот, как будто ты его держишь. Всё, вот так держи. Теперь посмотрим нашу фотографию в галерее. И вот, Ланика получилась немного испуганной, но, как видите, довольно прикольные фотографии получаются. Я не знаю, где это, ну-ка. Стрекоза, тебе стрекозку интересно посмотреть. Ага. Ну, хорошо. Давай посмотрим стрекозку. Вот стрекоза. Не особо реалистично, потому что стрекоза далеко не такая, но всё же тоже довольно милая стрекозка. Пройдите, интересно, посмотрим, какой же звук она издаёт. Ну, Ланика, тебе понравилось? Конечно. Что больше понравились, большие карточки или маленькие? Большие и маленькие. Ну, тебе всё понравилось. А теперь к самому интересному. Будем рассматривать очки. Вот тут есть специальный отсек, куда нужно класть телефон. Сейчас мы попробуем это сделать. Так, давайте разбираться. Вот. Нужно зажать эту кнопочку и вставлять. Вот так. Мне кажется, нужно сделать так, чтобы камеру было видно. Теперь вставляем сюда. Вот так. Ого-го. Хотите посмотреть? Так. Так. Интересно? Посмотри туда. Видишь? Да, малыша я вижу. Малыша? Что это за... Это может быть эльфи? Малыш эльфи. Я его нашла. Нашла? Для того, чтобы воспользоваться этими очками, необходимо вставить ваш смартфон в этот отсек и отрегулировать так, как вам нужно. Ну, а на этом, пожалуй, все. Надеемся, что эта игра понравилась вам так же, как и нам. Вы можете достать наставку с игрой. Об этом мы сейчас расскажем. Если вам эта игра понравилась и вы хотите ее приобрести, то ее можно купить в любом крупном магазине в Казахстане. Марвин, Кенга и так далее. А также вы можете перейти по ссылке в описании на официальный сайт данной игры. И заказать доставку на дом с этой игрой. Будем прощаться? Да. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok